Ребят, всем привет! С вами Андрей, канал Сделайся Сам. Хотел вам показать один момент. Там недавно было у меня такое видео по обзору пуска зарядного устройства. И был такой кадр, где шасси стоит с платой и лежит на вот этой подложке для ламината плата управления. Ну и там начали многие хейтеры или незнающие ребята писать, что «О, да оно шваргнет!» Смотрите, ребята, значит, в последнее время китайцы настолько экономят, что там несколько микрон этого алюминия. И попасть в эти микроны, ну, чрезвычайно сложно. Показываю. Вот у меня мультиметр. Ставим режим измерения сопротивления на 200 мегаом. Самый чувствительный режим. Проверяем пальцами. Есть. 1,5 мегаома. 0,9 мегаома. Есть. Ничего не проморгнуло. Еще раз пытаемся. Ничего. Втыкаю. Дергаю. Ничего. Наверное, у меня прибор испортился. Проверяем еще раз. Ладно. Берем другой прибор. Стрелочный. Этот понадежнее будет. Ставим на измерение сопротивления на 1000. Вот. От пальцев срабатывает. Проверяем. Ничего. 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 Еще раз. Ничего. Странно. Ничего, да? Ладно, ребята. Берем эту же подложку. И делаем следующий ход конем. Спицы зачищены. Подсоединяем к такому прибору мегаметр называется. Пробиваем рядом. Цепляем крокодилы. измеряем сопротивление изоляции. У нас стоит 2500 вольт по стоянке. И первый диапазон от 0 до 50 мегаом. Крутим. Стрелка туда в зашкал. Больше 50 мегаом. Ставим второй диапазон. это от 50 мегаом и до 10 гигаом. Давайте включу подсветку. Крутим. вот здесь стрелка стояла. Это у нас 2000 мегаом. Чудесно! Давайте теперь сделаем следующее. Я поверх этих спиц положу мокрую тряпку для демонстрации того, что все действует. Ложим тряпку. Переставляем на первый диапазон от нуля до 50 мегаом и крутим. Видите? Стрелка сразу же в ноль пошла. Убираем мокрую тряпку. Больше 50 переключаем. Так. Изоляция сначала чуть меньше показала, потому что где-то сырость была. Ну и опять идет до значения 1000 мегаом второй диапазон. Так. Теперь давайте усложним задачу. Увеличим вероятность того, что где-то оно в слой какой-то попадет. Для этого многократно пробиваем спицей и может где-то законтачит. Это даже при условии если напряжение попадет в тот микрон, то там маленькие токи даже пережгут это все дело. Ну вот. разровняли чтобы хорошо контактировало. Так. все видно было. Цепляем хорошо. Так. Подальше от тряпочки а то у нас получилось, что тряпочка лежала влажная. давайте вот сюда переместим или переместим. Так. Сейчас у нас стоит второй диапазон. Ух ты! Смотрите, изоляция вообще пошла в 10 тысяч мегаом. Вот второй диапазон. Видите? Никаких пробоев нет. Опять вложу тряпку еще раз для демонстрации. Сейчас стрелка должна туда пойти. Вот. А если переключить первый диапазон, то в ноль. Ну, практически ноль. Килоомы там какие-то через влажную тряпку идут. Так. И тут не все. Теперь показываю, что здесь действительно высокое напряжение. 2,5 киловольта на мегометре. Вот соединяю свечу зажигания. Так. Где ее расположить, чтобы лучше видно было. И выключаю подсветку. Так. Ну, вот так пускай будет. Посмотрите. Бьет искра. Изоляция у нас по первому диапазону где-то 2,5 мегаома при пробое. Ну, все. Я думаю, больше дуракам доказывать нечего. А вообще есть такая пословица. Никогда не спорься с дураками. Потому что, как только ты начинаешь спорить с дураками, ты сразу же опускаешься до их уровня. А там на своем уровне они тебя победят опытом. так что спорить с дураками бесполезно. Спасибо, ребята, за внимание. До новых встреч. Пока-пока.